Не усадьба, а карточная ставка. Когда-то этот дом принадлежал князю Голицыну, но азартный хозяин проиграл его знаменитому московскому кондитеру Абрикосову на 12 лет. По истечению срока Голицын вновь ставит Дерюгина на кон. Имение становится собственностью Сергея Романова. Великий князь, в свою очередь, проиграл дом цесаревичу Николаю, а тот – брату Михаилу. Так усадьба и сахарный завод на ее территории наконец обрели хозяина. Да еще какого. Было построено здание управляющего, как мы называли всегда, или барский дом, или дом управляющего. Было построено на территории завода непосредственно 25 кирпичных домов. Это для специалистов. Рядом с рабочими казармами в это же время была построена больница. 391 квадратный метр. А еще две школы и даже богадельня. Все для работников, которые приезжали сюда из разных уездов, трудиться на Дерюгинских заводах. Здесь же было большое хозяйство. Понимаете, и сад, и цветники разбиты, и все. И теплицы были, где выращивали овощи, и фруктовые деревья были насажены. Точно неизвестно, бывал ли Михаил Романов в Дерюгина. Вероятно, он заезжал сюда во время своего визита в Дмитриев. После национализации в доме управляющего открыли школу, потом интернат. Продолжали работать и заводы. Завод лимонной кислоты Дерюгинский, сахарный завод Дерюгинский, бумажная фабрика имени Парижской коммуны, Дерюгинская участковая больница, Дерюгинская поликлиника, Дерюгинская аптека была выстроена, пекарня, прекрасное здание оно там и сейчас есть. В 90-е производство стало. От былой славы остался лишь битый кирпич. Постапокалиптический пейзаж на фоне потрясающей природы. Вряд ли на берегу Дерюгинского пруда в скором будущем вновь возведут заводы. А вот усадебный дом, завирают специалисты, можно спасти. Но для этого нужны деньги и желания. Юлия Матвеева, Антон Латышев. События дня.